250 юных талантов со всего Алтайского края в быстром истоке прошел первый краевой фестиваль детского театрального творчества имени нашего земляка Валерия Золотухина. Кто стал специальным гостем фестиваля и что за традицию основали его участники? Об этом далее. Никаких декораций, на сцене только люди, 20 старшеклассников и учителя. Спектакль «Если ты рядом» Бийского театра городского дворца культуры «Эхо» – история о безответной школьной любви. С одной стороны, вроде бы ничего необычного, но это только на первый взгляд сюжет основан на реальных событиях, которые произошли в городе около 10 лет назад. Девушка, главная героиня, которую я играла, она выбрасывает из окна, оставляя своему любимому стихи. Особенно сложно было сыграть именно последнюю сцену, когда она ему признается в своих чувствах, открывается. Эмоции просто переполняют. Как признаются юные актеры, этот спектакль для них самый яркий за все годы театральной жизни, поэтому и решили отправиться на фестиваль именно с ним. Хотелось показать что-то особенное, ведь с Валерием Сергеевичем Золотухиным труппа успела познакомиться лично. Пять лет назад он вместе с семьей приезжал в Бийский ДК на шукшинские чтения. Представляете, идет занятие и вдруг заходит Валерий Золотухиным. Он очень хорошо общался с ребятами, очень. И он, и жена, мальчишечка играл с детьми. И у нас остались такие впечатления об этой встрече. И он, уходя, нам оставил роспись свою, висит у нас в театре на стеночке. Авторские спектакли, детские сказки и постановки по рассказам Шукшина программа получилась разноформатная. Специальным гостем фестиваля стал московский учебный театр-студия «Дель Арт» при Ломоносовской школе. Ребята показали фрагменты трагедии «Ромео» и «Джульетта», причем в последний момент случился форс-мажор. Произошли изменения в составе, а выручить труппу вызвался сын Валерия Сергеевича. Ваня в самолете выучил текст и сыграл в нескольких эпизодах. Я видел покребение «Джульетты» и выехал вас тотчас известить. Поминуйте меня за эту новость. Я удаюсь, а вас и не смогу. 22 театральных коллектива из районов края от Ключей до Белокурихи побывали на сцене малой родины нашего знаменитого земляка. В составе жюри – московские актеры, друзья Валерия Сергеевича и, конечно, его жена Ирина Линд. Мне кажется, что у этого фестиваля может быть очень большое будущее. Настолько чистой энергии у детей, они обладают какой-то магией, можно сказать, что они не могут оставить равнодушным никого своей чистотой, непосредственностью. Поэтому, когда они выходят на сцену, это какой-то особенный праздник. Самыми яркими, по мнению жюри, оказались пять коллективов из Барнаула, Быстроистокского и Топчихинского районов. Им достались дипломы лауреатов. Фестиваль закончен, но творческий путь каждого участника только начинается. Чтобы он сложился удачно, на счастье, ребята запустили по реке кораблики, как символ отправления в плавание по волнам актерской профессии. И теперь это станет доброй традицией фестиваля, как своеобразное благословление Валерия Золотухина. Максим Милосердов, Яна Аксёнова, Дмитрий Козирлыга. Новости.